Вейкап, с вами Вова Кэс. Погнали! Одна из самых популярных бьюти-блогерш в мире совершила каминг-аут. Инстасамка обвинила Амину в разводе подписчиков. Даня Кашин высказался про ситуацию с Володей Иксэс. А также примирение блогеров после многолетних конфликтов. Кстати, если вдруг ты еще не подписан, конечно же, напоминаю, подпишись, нажми на колокольчик, поставьте побольше лайков и приятного просмотра. Егор Крид выпустил клип на свой новый хит «Голубые глаза». Песня является саундтреком к фильму «Неидеальный мужчина», в котором Крид сыграл главную роль. Энни Мэй, возможно, раскрыла пол своего будущего ребенка. Стори с животом она подписала так «Видели, как пнула?». Так что, скорее всего, у пары будет девочка. 2020-й в мире блогинга начался с неожиданных примирений. Катя Клэп и Саша Спилберг, которые поссорились много лет назад, снова встретились. А Катя Клэп меня очень не любит. Помирилась также Марисен с Игорем Синяком. Синяк и другие блогеры не раз обвиняли Мари в лицемерии. Сейчас очень многие пишут, что я лицемерка. Честно, я до сих пор не знаю, что это такое. Марисен, я ее не люблю. Я просто не люблю тех блогеров, которые на видео одни, а в жизни совершенно разные люди. А вот в этом блогерском лицемерии. Приведи какие-то конкретные примеры. Самый яркий пример я могу привести с Марисен. Девушка устала и сама позвонила Игорю, чтобы закончить вражду. Маша извинилась за то, что была неправа. Я извинился за то, что был неправ. Извини, Игорь, извините. Паблик ВПШ. Более того, блогерша заявила, что больше никому не испытывает негатив. Мне ко всем только позитив. И я прошу у всех прощения. Инстасамка обвинила Тендерли Бэй в обмане подписчиков. Мол, Амина постоянно рекламирует разводняки. А на вопрос, зачем она так поступает с подписчиками, Амина ответила, я лечу маму, поэтому и рекламирую разводы. Самка пишет, что у нее мама тоже болеет, но она лечит ее на честно заработанные деньги. Что скажете, рекламу обмана на деньги можно оправдать лечением близких? Я что-то не понял, получается, можно ограбить банк или натворить другую хуйню и прикрываться больными близкими? Одна из самых известных бьюти-блогеров в мире, Ники Туториал, совершила каминг-аут. Она призналась, что на самом деле родилась мужчиной. Уже с детства она носила женские наряды, а в 14 начала свое полное превращение в женщину. Интересно, что Ники ведет свой канал более 10 лет, и никто даже не догадывался о том, что она бывший мужчина. Ролик девушки попал в тренды десятки стран, и за сутки набрал 20 миллионов просмотров и 2 миллиона лайков. Даня Кашин впервые высказался про ситуацию с Володей Иксэс. Говорит, что он просто дебил из Курска. И здесь я с ним абсолютно согласен. И этот Володя, ну дурак, вот дебил нахуй из Курска. Но ему непонятно, зачем все так яро начали защищать ЛГБТ, а в особенности блогеры. Что ж тебе ги такого плохого сделали, долбоющий? Ведь какой-то тиктокер не несет никакой опасности. А где их тут надо защищать? Они что, блять, в опасности? Этот Володя предоставляет им опасность? Также ДК считает, что Володя зашел слишком далеко. И думает, что извиняться уже поздно. А этот долбоюб, ну думает, блять, ну типа, заднюю давать уже поздно, и не дает ее, не извиняется. А вот вы согласны с Кашиным, что блогеры раздули эту ситуацию из ничего? И на самом деле она не заслуживает такого внимания. Я надеюсь, всем Курск, Курчанам, как правильно называется, очень стыдно за этого пацана. Очень жалко, что вся эта история вообще в целом вызвала такую резонанс. Помимо ЛГБТ-сообщества, кого это реально могло задеть? Почему нужна ваша помощь? Видеоблогеры, ебаные, к вам обращают... Здесь предыдущее видео, кто еще вдруг не подписан? Подписывайтесь, жмите лайки, дизлайки, не забудьте поставить колокольчик. Всем пока!